Девушки отдыхают 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 А тут именно заинтересовать. Нужна не только теория, но и практика. Какие-то там походы в музеи, заинтересованность какая-то. Жить, уметь жить детьми. Хороший учитель – это тот, кто дает возможность научиться учиться, пользоваться всей информацией в мире. От людей и от книг. Но сейчас от интернета еще дополнительно. Учитель – это в первую очередь тот человек, на которого хочется равняться. И своим примером она показывает, чего может достичь. И просто вырастает крылья и идешь за ней. Мой пример учитель классный, он впоследствии стал министром образования. Я был двоечник. С самого начала. Наплевать все. Вот стала она у нас классным руководителем. Мне стало интересно биология, химия, математика. Впоследствии, накопив вот эти знания немножко в школе, я в техникуме уже в первом семестре выиграл олимпиаду по Пермскому краю. Тот, который имеет терпение объяснить даже тому, кто не понимает. У меня в принципе класс был из одних мальчиков, то есть половина из них хулиганы. И все учителя в нашей школе, ну, как бы такой хулиганистый класс нас называли, поэтому к нам относились с каким-то большим терпением. Всех научили, всех подняли, все выпустились, все хорошо. Хулиганов нет таких отчаянных. Надо, наверное, надо вообще своего ребенка иметь, чтобы, типа, ну, как-то понимать вообще психологию детей, понимать, как их воспитывать. Я считаю, что учителя, которые имеют своих детей, они, как бы, достаточно хорошо умеют обращаться с другими детьми, поэтому они считаются хорошими. Этот человек, который любит эту профессию, вот это будет самым хорошим учителем. Младенец, он всегда четко все определит и думает, что вот именно человек, любящий эту профессию, выбравший ее не просто там из-за денег, а вот выбравший ее душой, это будет настоящий учитель. Жизнь – лучший учитель. Сталкиваешься с такими ситуациями, которые многому учат, изменяют, не знаю, как твою жизнь.